Девочки, коллеги, согласно постановлению от 29.03.2023 года, 16.08 будет функционировать в этом году 72 пляжные подверги. По договору благоустройства 32 по 1300, постановление 1 и по разным собственностям будет 39. Сегодня, на сегодняшний день, все 72 объекта осуществляют уборку пляжной территории, заключили договора на экспертизу, сдали анализы центра ДДН. Я думаю, что до 29.06. все эти пляжные территории будут открыты. Кроме 72 объектов, согласно постановлению Совета Министров 10.13.2023 года, 7 объектов подали заявки по 1300 постановлению. Это такие объеки. Пляж Машандовский, две карты пляжа Польвера Палас, пляж Горный, пляж Форос, пляж Солнечный 2, пляж Русталка и пляж Каспинский. Кроме этого, в городе Алубка подали заявку в пляж Горное Солнце. Я думаю, что в ближайшее время документы уже будут готовы. К сожалению, в этом году, пока не нашли тех людей, которые возьмут пляжи в эксплуатацию, пляж Левушка, пляж Башвак и пляж Дзекарты Малубки. Но это не значит, что эти пляжи обслуживаться не будут. Пляжи будут ослуживаться. Будет чистота, порядок. И я думаю, что в ближайшее время мы найдем тех людей, которые возьмут по 1300-му эти объектов. Доклад закончен. Ларий Горкич, таким образом я правильно понимаю, что у нас с вами не закрыты еще пользователями пляжа в Гурзуфе. Это вот основное в центральной части. И не закрыты пользователями пляжей в Алубке. Дело в том, что в Гурзуфе практически уже закрыты. Сегодня я общался по тем телефонам с представителями этих санаторий. Они пообещали, что в ближайшее время подадут документы. В Алубке пока, к сожалению, не закрываются. Ну то есть, в принципе, мы можем кинуть ключ сейчас для людей, желающих вести свою хозяйственную деятельность на пляжных территориях и дать по этому поводу объявление. Совершенно верно. И по моим данным, 83 объекта пляжных территорий будет в этом году пульсионировано. Кроме 70, 72 и плюс вот эти. 83 объекта. Замечательно. Значит, уважаемые друзья, я хочу еще раз напомнить вам ситуацию, связанную с пляжными территориями. Мы завершили три месяца назад обследование нашим подрядчикам ГАУ противоползневое управление всех берегоукрепительных сооружений по территории Большой Ялты. К огромному сожалению, 95% всех сооружений нуждаются в капитальном ремонте и в реконструкции. Я думаю, вам даже не надо рассказывать, потому что вы все видите состояние наших пляжных территорий. А пляжные территории – это, конечно же, берегоукрепительные сооружения. И нам принято решение сейчас выставлять на конкурентные процедуры аренду берегоукрепительных сооружений для того, чтобы инвесторы вкладывали деньги и их ремонтировали. Конечно же, с главным условием, которое, безусловно, и в силу закона существует, и это основное условие в договорах аренды – это беспрепятственный доступ населения и на пляжные территории, и к водной глади. Но другого выхода выйти из сложившейся ситуации у нас нет. Ни для кого не секрет, что множественное обращение, особенно это касается поселков и города Алубка, про разваленные бусы, про практически отсутствие нормальных пляжных территорий. Тот же поселок Левадия туда же относится и многие-многие другие, где бусы уже давно нуждаются в капитальном ремонте и в реконструкции. Мы понимаем, что это сотни миллионов рублей, понимаем, какой это объем средств, и понимаем, что, конечно же, ни в муниципальном бюджете, ни в республиканском бюджете в ближайшее время финансирование на эти цели выделено быть не может. Поэтому пойдем под таким путем, совсем скоро мы объявим торги, поэтому призываем всех предпринимателей участвовать, принимать участие в этих торгах, потому что сегодня очень важно нам максимально привлекать частные средства для развития таких территорий. Вот это основная задача, которая сегодня перед нами стоит, чтобы привести все бусы в порядок. Что касается множественных обращений по поводу причалов морского порта, я думаю, что в разделе разное, а у нас, Ларий Георгиевич, спасибо вам большое, а у нас с вами немножко меняется... Ларий Георгиевич, не уходите, сейчас Ольга Викторовна хочет вопрос задать. У нас немножко меняется формат нашего совещания. К сожалению, сейчас приехал министр жилищно-коммунального хозяйства, и весь блок ДЖКХ остался работать с ним, поэтому у нас меняется формат совещания. Мы завершим сейчас обязательную часть, перейдем в раздел разное, обсудим все вопросы, которые стоят сегодня на повестке дня. Поэтому вопросы все касаемо жилищно-коммунального хозяйства перенесем к заслушиванию на следующее оперативно-хозяйственное совещание. Ольга Викторовна, прошу. Ларий Георгиевич, я хотела вас спросить, вы сказали, что будет осуществляться уборка в пляжных территориях. Если нету собственника в пляжных территориях, за счет кого будет осуществляться эта уборка и кто будет ее производить? Я могу помочь ответить на этот вопрос. Как раз этим и занимается сейчас наша ДЖКХ. Хочу сказать, что на сегодняшний день для обеспечения, первое, это максимально эффективной очистки территорий, особенно замусоренных территорий, то, что собиралось многие годы, мы привлекли сейчас трех подрядчиков дополнительно, которые сейчас и заседают совместно с министром и со всем нашим департаментом ДЖКХ. Так вот, за каждым подрядчиком будет закрепляться вся муниципальная территория по муниципальным образованиям. В частности, уже закреплено, что территория от Фороса до Ливади закрепляется задним юридическим лицом. Это добросовестный подрядчик, который работает на территории Республики Крым. Мы опубликуем для всех жителей контактные телефоны, и они отвечают за всю муниципальную территорию. Берегоукрепительное сооружение – это также муниципальная территория. Несмотря на то, что сегодня пользователь пляжа неопределен, поддержка в чистоте закрепляется за подрядчиками. В частности, по АЛУКе я уже знаю, что это будет ИП Мамбетов. Мы дадим все контактные телефоны, и давайте даже, наверное, Елена Андреевна, на следующем оперхозе мы заслушаем наших подрядчиков и расскажем, в целом заслушаем ДЖКХ, расскажем все контакты, кто у нас отвечает за какую территорию. Дадим телефоны мастеров, которые будут отвечать за каждый квадратный сантиметр, чтобы мы не главе администрации писали в соцсетях, а конкретно уже могли обращаться непосредственно к тому человеку, кто отвечает за эту территорию. Вот так мы выйдем из сложившейся ситуации. И три подрядчика помогут нашему МБУ ДЭО, МБУ Зеленстрою, помогут осуществлять и максимальную очистку территорий. Вы же многие уже видите, сколько территорий уже почищено у нас глобально от замусоренности, причем не годичной, а, наверное, десятки лет скопившейся, мусора вывозим колоссальное количество, тысяч тонн, колоссальное количество. Но работа будет продолжаться, мы ее закончим до, по нашим расчетам, до 1 июля. Спасибо, Ларик Горгиевич.